друзья всем привет сегодня покажу как мы будем готовить вино из красной смородины вот я уже сделал заготовочки сегодня целый день они стояли и вот эти заготовки я сейчас перемешаю чтобы вот это все что здесь подбродила она смешалась уже с самим соком и с водой тут сок вода и сахар пропорция значит где-то брал примерно один к одному на 4 килограмма малины 4 килограмма сахара и воды значит тоже идет где-то примерно 4 литра но я воды беру чуть побольше потому что когда я в том году сделал по этой пропорции у меня вино получилось более насыщенное такое немножко притурное поэтому в этом году я уже водички добавил чуть-чуть побольше сейчас перемешаем посмотрим что здесь будет друзья если вы смотрели мои предыдущие видео где показываю как делать яблочное вино то принцип вот приготовление малинового вина он почти такой же вот сейчас мы поставили вот нашу заготовку уже вот третий день она стоит значит мы должны были добиться запаха такого кисловатого то есть такой запах запаха такого немножко уксуса вот он уже есть он уже появился но еще сегодня ночь постоит и завтра я уже поставлю под гидрозатвор чтобы вино вино уже начнет бродить и уже начнется сам процесс приготовления вина вот сейчас мы все это перемешиваем нашу заготовку на целый день простояла уже обрела такой кисловатый запах вот первые два дня было вкусно еще а вот сегодня уже такой запах уже не очень а вот завтра уже я думаю будет прямо ярко выраженный вкус такой ну можно сказать даже немножко неприятный когда получим этот вот уксусный запах вот мы тогда поставим уже все это под гидрозатвор малиновое вино это хорошо но мы сейчас приступим с вами наше новое вино будет красная смородина вот сейчас мы подавили сейчас еще рукой все это подавлю потому что там ягодки не все вот этой штукой они не все продавились сейчас мы все продаем до конца после чего мы их нальем в банки примерно вот это все не знаю сколько здесь килограмм то есть это вот чисто на глаз мы делали нож килограмма не знаю не буду врать но вот я думаю что вот это все я налью вот в эти все пять банок сейчас посмотрим и все залью водичкой и сахаром пропорцию вот так я вам говорил вот если к примеру вот столько будет ягоды то столько же я добавлю сахара и потом все остальное добавлю воды примерно вот такая пропорция опускаем нашу руку И начинаем вот это все так вот жмякать, чтобы каждая ягодка была лопнувшей. Можно, конечно, все это дело пропустить через мясорубку, но я как бы опасаюсь металлического привкуса, поэтому все буду делать вот таким вот макаром. После того, как вы собрали ягодку, ее мыть не нужно. То есть это делается для того, чтобы все дрожжи, живые дрожжи остались на ягоде. Тогда ваше вино будет великолепно бродить и переигрываться в вино. Ну вот этот процесс такой кропотливый, потому что ягодка мелкая, ее надо все вылавливать. Вылавливать и все раздавить. В общем, не знаю, еще, наверное, минут 10 я буду это все дело выдавливать. Вот мы надавили вот такую вот кашу, и сейчас мы ее будем пересыпать в банки. Вот столько получилось надавленной красной смородины. Сейчас мы сюда же в такой же пропорции добавим сахар. Вот сюда мы повсыпали в каждую банку по килограмму сахара. Вот примерная пропорция. Значит, все-таки было 3 килограмма ягоды. Вот получается килограмм ягоды, килограмм сахара. И сейчас мы льем литр воды. То есть мы должны вот так вот залить водички. Водичка у нас родниковая, не с-под крана, это точно. Вот сейчас мы налили воды. Теперь мы это все перемешаем. Водички мы потом немножечко еще добавим. Но почему я сейчас не долил? То есть я хочу попробовать на сладость. Если сладости будет мало, то я добавлю еще немножко сахара. То есть, может быть, добавлю по грамм 200. Поэтому водичку я не долил. Мы сейчас делаем десертное вино, сладкое. Если кто любит более сухое вино или там, например, столовое среднее, да, то тогда сахарку нужно поменьше. Вот главная задача, это чтобы ваше вино за вот эти 3-4 дня, которые оно будет стоять в тепле, оно должно обязательно заиграть. Если вино не заиграет и не будет у него уксусного запаха, то оно не начнет бродить и у вас не получится вино. Самый главный момент, это вот как мы сейчас поставили малину. Вот уже сегодня это третий день. Завтра будет четвертый день. И вот завтра, скорее всего, я уже буду ставить под гидрозатвор. То есть она у нас сейчас, как говорится, гуляет. Малинка должна загулять хорошо. То есть должен быть такой прямо хороший уксусный запах. И тогда мы наше вино поставим уже под гидрозатвор. Дальше начинаем мешать все это наше дело. Попробуем и посмотрим, добавлять нам воды или добавлять сахара. Итак, сладости у нас получилось предостаточно. Вот на такую вот пропорцию. Вот, кстати, видите, не все ягодки полопались. Как я понимаю, их все полопать очень сложно. Значит, вот пропорция, да, килограмм ягоды подавленной, килограмм сахара. Ну и водички льем вот до такого уровня. Все. Теперь мы нашу заготовку накрываем марлечкой и ставим гулять. То есть 3-4 дня ждем кислый уксусный запах. То есть запах должен быть такой неприятный. После этого мы ставим все наше дело под гидрозатвор. И получаем домашнее вино из красной смородины. Таким же точно способом из малины. Вот это, кстати, малина не садовая. Это малина с леса. То есть это лесная малина. У нее больше дрожжей. И она больше игристое получается. То есть вообще вот это все вино, оно у нас будет игристое. То есть это не простое вино. Это именно игристое. Это как шампанское. И вот это, я думаю, будет такое же. Но посмотрим, что получится. Загадывать одно, а что получится на выходе, то совсем другое. Ну что, ждем. Вот мы наши заготовочки накрываем марлечкой. И ставим дальше гулять. Посмотрим, что у нас будет завтра, послезавтра и послепослезавтра. А малиновое вино мы уже завтра будем ставить под гидрозатвор. И я вам покажу, как это делается. Вот что получилось уже с утра с нашей малиной. Вот она уже поднялась. Видите, вот как. Сейчас мы это все опять перемешаем. И поставим еще гулять. А смородина наша вот только-только начинает. И у меня подкралась идея все-таки попробовать еще продавить вот те вот ягодки. Попробую я это сделать. Ну вот, настал этот момент, когда мы уже сейчас будем ставить нашу заготовку под гидрозатвор. Вот сегодня целый день на солнышке постояли наши баночки. И запустился процесс. Вот смотрите. Вот так вот поднялся жмых малиновый. О, прямо из банки вылазит. Мы его немножечко сейчас соберем. Вот до вот этой пенки. То есть мы все его уберем. Он нам уже больше не нужен. И оставим только то, что вот эта пенка и вот сами ягодки, которые вот видите, плавают уже. Это говорит о том, что уже начался процесс брожения. Сейчас нам уже нельзя затягивать и обязательно уже оперативненько ставить под гидрозатвор. Наше вино из красной смородины, оно еще только-только начинает, вот пеночка видите образовалась, начинает бродить. Ему еще дня два, наверное, точно вот так стоять. А это у нас уже получается четвертый день. Вот четвертый день наше вино вот так вот малиновое забродило. Сейчас я буду собирать весь жмых, его выкидывать. И потом мы будем вот такими вот штучками, крышечками с гидрозатвором закрывать. Приступим. Вот мы собрали. Вот послушайте, как пенится. Это уже идет процесс брожения, видите? Вот не до конца мы все собрали, весь жмых мы немножко оставили, чтобы он продолжал бродить. Это нам надо для того, чтобы все правильно было. А все остальное вот мы собрали и сейчас еще добавим сюда смородины. Это будет эксперимент, сразу говорю. Надеюсь, он у меня получится. Пустим сюда смородины еще красной, тоже жмых. И я наберу воды и также добавлю сахара и посмотрю, что получится. Потому что я думаю, что еще на вот этой всей истории может получиться неплохое вино. Вот, правда, это уже будет не первосортное, но тоже будет вино. Вот это наше уже играет. Вот видите, да, насколько мы освободили. То есть это обязательно надо вот такое расстояние освобождать, чтобы когда гидрозатвор будет стоять, будут происходить очень разные процессы в банке. Вот сейчас уже, видите, какой процесс. То есть это опускается, поднимается, уже газики пошли. В какой-то момент будет образовываться сильно пена. И для того, чтобы пена не закрыла вот эту вот дырочку, которая вот в крышке, для этого мы оставляем вот это вот место. Чтобы пена там ну-то себе спокойно пенилась и не забивала нам нашу крышечку. Вот наше вино уже готово. Мы его закупориваем под гидрозатвор. Наши баночки мы поставили в укромное место. Теперь ждем процесса. То есть у нас должно начать вот здесь бульканье. Сегодня пока банки будут стоять открытые, а завтра эти баночки надо будет все аккуратненько обвернуть полотенчиком или какой-нибудь тряпочкой, чтобы на них не попадали солнечные лучи. И вот в таком состоянии, то есть это называется тихое брожение, в таком состоянии наше вино будет бродить до полной готовности. Что значит до полной готовности? Это когда полностью прекратятся пузырьки. То есть вино не будет издавать в течение 30-20 минут ни одного пузырька. Тогда ваше вино готово. И тогда его можно будет уже переливать в бутылки и ставить на хранение еще на 2-3 месяца. Но до этого еще надо дожить, поэтому пока вперед не будем забегать. Это вино мы поставили. Сейчас посмотрим, что происходит с нашим вином из смородины. Наша смородина, все с чего мы начинали, она только стоит вот сегодня первый день, можно сказать сутки. И мы еще двое суток будем ждать, пока в ней произойдет процесс такого брожения. Я не знаю, как это еще правильно назвать. То есть оно должно конкретно загулять. Вот когда оно загуляет, мы также с ним поступим, как и с малиновым вином. Ну, сейчас накрываем марлечки, чтобы мухи не летели, и ставим его спокойно гулять. А вот это вот наш жмых. Вот здесь вот малиновый жмых, который мы сняли с банок уже нашего подгулявшего вина. Вот это сверху, это жмых, мы делаем там очень классный такой рецепт. Смородиновый сироп вот мы делали, и у нас остается вот такой жмых. И я попробовал вот эти два жмыха объединить, добавить сейчас воды, добавить сахара. Ну, и, возможно, я получу второсортное вино. Но посмотрим, как это получится в дальнейшем. Вот мы добавили в наш жмых. Жмыха, правда, больше получилось, чем было, чем предыдущие, где чистое мы делали, чистое вино первосортное. Вот сахара столько. И сейчас все это вот мы дополним водичкой и размешаем, посмотрим, что получится. Добавили мы воды. Конечно же, жмыха получилось у нас очень много. Поэтому сегодня мы оставим так, как есть. А завтра я еще в одну банку рассортирую и добавлю еще сахара в пропорции. Вы знаете, по вкусу попробовал. Получается очень даже прикольный. То есть такой терпкий вкус, интересный. Ну, посмотрим, что получится. Как говорится, экспериментировать нужно, чтобы понять, а вдруг, а вдруг получится. Наше вино из красной смородины уже дало хороший запах. Я думаю, что завтра с утра я уже поставлю его на гидрозатвор. То есть оно сыграло гораздо быстрее, так как очень теплая погода. Вот. Это вот наше вино, которое второсортное мы назвали. То есть мы его сделали. Я уже вот немного из него выкинул жмыха и добавил еще чуть-чуть воды, потому что воды было мало. Вот оно уж тоже забородило. Ну, то есть, считайте, один день оно постояло и уже прямо заиграло. Ну, будем смотреть, что с ним произойдет дальше. Вот. А сейчас я вам покажу, что происходит уже с малиновым вином. Наше малиновое вино уже начало играть. Вот, смотрите. Уже пошли пузырьки. Все. Вот эти три банки уже нормально пузырятся. Вот эти две пока еще не очень. Будем за ними наблюдать. То есть пока процесс у них пошел не очень. Посмотрим, что будет дальше. Вот так вот гульба пошла. То есть видно, что процесс там у нее как пошел. Все движется. Газики пошли во всех баночках. А вот вот эта пена, про которую я вам говорил. Видите, как она поднимается? То есть это очень важно. Оставлять вот такое вот пространство, чтобы было куда пене подниматься и опускаться. Ну что, посмотрим дальше, как у нас все это будет происходить. Все обязательно сниму и продемонстрирую. Прошел еще один день. Можно сказать, прошли еще сутки. И наше вино уже просто капитально загуляло. И сегодня мы его будем ставить на тихое брожение. Вот это, кстати, наше второсортное вино. Вот смотрите, практически ничем не отличается от оригинала. По цвету, да и по вкусу. То есть вот жмых мы не выкинули сразу. А еще взяли, добавили в него воды и добавили сахара. И получили еще одну банку вина. Так что вот как вариант, чтобы не выкидывать. Вот смотрите, уже там происходят процессы внутри. Ну там уже все играет. Вот бульки, газ прямо, все видно. Сейчас мы это перемешаем последний раз. Снимем сверху половину вот этого слоя. Даже больше половины. Наши ягоды, нашего жмыха. После этого поставим на гидрозатвор. Вот с гидрозатворами у нас правда проблема сегодня реальная. То есть вчера мы ездили по магазинам искали. Вот у меня один последний вот такой остался. Я покупал в Леруа Мерлен. Больше нету. Ну я попробую сегодня сам сделать что-то. Может быть у меня получится. Крышки я купил. Стаканчики купил. Трубочка у меня еще с того года есть. Возможно получится. Ммм, запах такой ядрёно-уксусный. Ну не уксусный, а такой. Ну чувствуется спиртяра уже. Такая хорошая образовалась. Поэтому сегодня уже надо обязательно ставить, чтобы уже вину в уксус не превратилось. То есть три дня брожения. Это вот мне кажется максимум для такой банки. Если говорить про яблочное вино, то у меня там оно бродило пять дней. Но это выворка была целая большая, 20 литровая. Тут банка уже вот три дня, это потолок. Так что сегодня будем ставить. Наше малиновое вино играет шикарно. Свою музыкальную симфонию пузырьков. Вот такой вот происходит внутри процесс. Друзья, ну наше вино отлично стоит на тихом брожении. Вот я сделал самодельные крышечки, потому что вот таких я больше не нашел в магазинах. Вот пришлось вот такую смастерить штуку. Стаканчик маленький, крышка, дырочка, трубочка и всё. Вот это наше малиновое вино. Все крышки пришлось замотать изолентой, потому что где-то пропускали. Я от греха подальше затянул, проверил. Обязательно важно, чтобы воздух не поступал в вино, потому что если воздух будет поступать в вино, то у вас получится не вино, а уксус. Столько уксуса нам не надо, поэтому всё капитально проверил. Ну что, ждём, когда оно отыграет. Это может быть очень разное время. То есть иногда бывает это три недели, иногда бывает полтора месяца. Всё зависит от температуры в доме. То есть какая температура. Если жарко, то быстро отыграет. Если не очень, то долго. После того, как отыграет, я вам покажу, что мы будем делать дальше. Как мы будем вино сливать, как мы будем его переливать в бутылки, что мы будем делать с бутылками. Всё покажу. У нас задача получить шампанское. Есть два способа. Есть способ с пастеризацией вина. То есть это для того, чтобы получилось просто классическое вино без газов. А есть способ, чтобы сделать именно шампанское. Я вам покажу, как это делается. Друзья, не забываем ставить лайк, если вам нравится моё видео. И подписывайтесь на канал. Ну, ждём, когда это всё у нас отыграет. Ну что, друзья, вот и настал момент, когда наше вино отыграло. И мы его сегодня будем уже переливать в бутылки. Вот наше винцо. Такое мы уже вчера не удержались, решили попробовать. Очень вкусно. Очень вкусно. Видите, вот это уже такое аж прям прозрачное. А это ещё чуть-чуть мотноватое. Но в бутылках оно потом дойдёт. Сейчас мы будем переливать наше вино. Друзья, а какой запах стоит. Ммм, сейчас мы это всё перельём в бутылку. Красота. Берём чисто вымытую бутылку. Берём вот такой вот шланг небольшой. Одну часть опускаем аккуратненько в банку. Делаем в сос, как мы делаем, когда бензин из бака высасываем. И сливаем в бутылку. Вот наше вино начало сливаться. Вот у нас трубочка. И потихонечку пошёл процесс слива. Таким образом переливаем в наши бутылочки. Не рекомендую переливать сначала в банку, а потом переливать вино в бутылки. Потому что это вы ещё добавите дрожжей. Вино может стать очень сильно игристым. И вы потом его не сможете открыть. Оно выстрелит. Всё. Поэтому сразу переливайте сюда и закупоривайте. Наше вино перелите в бутылочки. Из одной банки получается где-то 2,5 бутылки. То есть вот у меня ещё осталось столько. Смотрите. Вот сейчас я почему сразу не закупориваю? Я даю нашему игристому вино немножко постоять, подышать воздухом. Это очень важно. Тогда наше вино будет ещё вкуснее. После этого мы его закупорим и поставим на хранение на 2-3 месяца. После этого это будет просто великолепное вино. А вот наше вино, которое получилось тогда из жмыха, из отходов. Смотрите, какое оно прозрачное. Сейчас мы его сольём и попробуем. Но цвет вот видите, у вина получился очень довольно неплохой. И по крепости оно, мне кажется, даже крепче, чем обычное. Но немножко есть горчинка. Ну вот постоит оно 2 месяца. Посмотрим, какое оно будет. Вот мы наше вино перелили в бутылки. Смотрите, какой цвет. Вот такой вот цвет вина. Всё это закупорили. Бутылки чисто были помыты. Крышечки тоже были помыты. Всё это закупорили проволочками, как полагается. Вот у нас вино, которое получилось из второсортного жмыха. Это у нас получилось малиновое вино. Его больше. А это у нас получилось смородиновое. Из красной смородины вино. Кстати, вот мне смородиновое вино почему-то понравилось больше. Оно с кислинкой и такое интересное. Малина, конечно, у малины аромат безумный. Но по вкусу оно пока такое чуть-чуть вот такое горьковатое. Но это еле заметный вкус. То есть надо подождать вот эти 2 месяца. И я думаю, что после этого вино будет очень вкусное. Сейчас мы это все переносим в погреб и ставим вот в таком вот виде. Конечно, по правилам бутылки надо класть на бок. Но я ставлю так. Почему? Потому что будет осадок еще и все осядет на дно. И если положить вот так горизонтально, то когда наливаешь в бокал вино, идет муть. А мне это не надо. Еще по правилам вот как делают. Вино отстаивают. Вот сначала вот так. Потом переливают еще раз в бутылки. И уже закрывают на долгое хранение. Но мы так делать не будем. Потому что мы его быстрее выпьем, чем оно будет храниться. Но сейчас в любом случае мы ставим в погреб на 2 месяца. Друзья, всем кому понравился наш видео обзор по поводу того, как делать вино. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. В конце видео смотрите, как я уже разливаю вино в бокалы. Друзья, ну вот настал этот момент, когда мы откупорили бутылочку нашего венца. Это красная смородина. Цвет вообще шикарный. Смотрите. И у нее мелкие-мелкие булочки. То есть это еще пока не игристое вино полностью. Оно такое с маленьким-меленьким газиком. Когда оно постоит еще, это вот прошло буквально 3 недели. 3 недели оно стояло. По вкусу, ну я вам просто не могу это передать. Это божественный вкус. Я, наверное, вкуснее вина, вот не буду себя хвалить, но вот вкуснее вина я, наверное, в своей жизни просто не пил. Мелкий газик. Такой очень приятный вкус. Конечно, когда пройдет еще время, оно будет еще вкуснее. И оно получится сильно игристое. То есть будет как шампанское. Сейчас это вот вино мелко-мелко такое игристое. Очень вкусное. Очень классно получилось. Делайте по моему рецепту. У вас получится такое же, я думаю, вино. Попробуйте. И обязательно пишите комментарии, какой у вас получился вкус. Понравился ли он вам. Вот. А мы будем сейчас пить это винцо и наслаждаться этим прекрасным вкусом. Всем удачи, терпения в этом сложном процессе приготовления такого замечательного напитка. Всем пока. Подписывайтесь на канал.